Какие-то твои аппараты, где у нас возможности организовать есть и делать, организовывать. Медики показывают Петру Пимашкову и депутатам ЗАГСа Брани новое оборудование Центральной районной больницы в Емельяново. За последние годы она ощутимо преобразилась. Здесь отремонтировали и ввели в эксплуатацию здание женской консультации, появился кабинет УЗИ, психолога, мамограф и многое другое. Однако, несмотря на это, у медучреждений есть одна большая проблема. Местная поликлиника уже давно не обеспечивает должную помощь населению. Сейчас с Петром Ивановичем был разговор в отношении того, чтобы все-таки нам расширить уже имеющуюся у нас поликлинику, так как наш район, он пригородный, население постоянно увеличивается, растет. И те объемы работ, которые мы выполним на сегодня, просто здания, которые у нас имеются, они не справляются. Медики докладывают депутатам, поликлиника рассчитана на 300 посещений в день. А по факту, врачам приходится обслуживать около 700 пациентов. Вопрос номер один. Надо обязательно проводить реконструкцию и надо обязательно делать пристройку, новую поликлинику пристраивать. Потому что дальше просто невозможно качественно обслуживать жителей Емельяновского района. Как добавили краевые депутаты, сейчас специалисты прорабатывают техзадания по возведению новой поликлиники или же созданию пристройки у имеющегося здания. Какой вариант эффективней, станет ясно через два месяца. А вот то, что без помощи федерального бюджета здесь не обойтись, понятно уже сейчас. Без поддержки Петра Ивановича Примошкова нам будет тоже очень сложно, потому что понятно, что это будет стоить какие-то сотни миллионов рублей. И, видимо, какие-то я имею в виду большие. Поэтому, и, конечно, хотелось бы получить какую-то помощь федерации, попасть в какую-то федеральную целевую программу. Ну и с участием, конечно, краевого бюджета. Обсуждали в Емельяновском районе не только проблемы здравоохранения, но и социальную сферу и сферы экономики. Наиболее острые вопросы территории Петр Пимошков вместе с депутатами законодательного собрания обсудил с местной администрацией и активными жителями. Все сошлись во мнении, что в первую очередь нужно строить единую котельную в районном центре, увеличить количество школьных автобусов, а также решить проблемы с качеством питьевой воды и местами в школах поселков Емельянова и Элиты. Александр Ловицкий, Андрей Крупнов. Новости.